Тем, как себя чувствуют жители республики, озаботились не только врачи, но и представители власти. Курс на здоровье населения взяли на заседании правительственной комиссии. Не пить, не курить, не нервничать, правильно питаться и побольше двигаться. Ничего нового для того, чтобы сохранить здоровье, пока не придумали. Эти простые истины знают все, а вот в жизненную позицию превращают единицы. Амбициозную задачу переломить сознание граждан поставили перед собой в правительстве Чувашии. Для начала в интернете провели опрос. Для изучения мнения населения по вопросам сохранения здоровья, здесь бы мне хотелось обратить ваше внимание, поскольку в интернете опроса на сегодняшний день приняли уже более полутора тысяч человек. Обратите внимание, что на первом месте люди отмечают, что вред здоровью на них оказывает стресс. Следующий фактор – это недостаточная физическая активность и потом идет уже неправильное питание. Однако, если мы посмотрим, как народ предлагает укреплять свое здоровье, то на первом месте ставят посещение в бане, причем это писали люди сами. Оценив уровень знаний граждан, профессионалы взяли дело в свои руки и разработали так называемый профиль здоровья. В этом документе прописаны слабые стороны республики и то, на чем стоит сделать акцент. К примеру, благоустройство городов, доступность занятия спортом, культура питания. Как именно планируется оздоравливать население, всем было понятно. Председатель госсовета Юрий Попов подытожил, главный враг – не вредные привычки, а лень. И здесь медицина бессильна. Лекарства от лени нет никакого. К сожалению, лень пропадает сразу, как только диагностируется какое-то заболевание. Поэтому здесь, к сожалению, да, мы все устроены так, что начинаем думать о своем здоровье только когда попадаем в лечебное учреждение. Так или иначе, первые результаты применения профиля здоровья ожидаются уже весной. По нему с докладом отчитаются в марте. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика.